Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил Климчук, у нас сегодня в гостях Елена Бараникова, специалист, да, можно сказать, по красоте, а также человек, который может настроить вас на совершенно другой лад, заставить вас радоваться каждый день. Как это она делает, она сейчас об этом расскажет, ну а мы, в принципе, позадаем по этому поводу много интересных вопросов. Лена, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чтобы было понятно. Это первый наш вопрос. А второй вопрос, как ты перевернула своё сознание, перевернула подход вообще к проживанию вот этой жизни с тобой. И так ты замечательный человек, а тут у тебя ещё и дело твоё тоже замечательное, поэтому хочется просто поподробнее об этом узнать. Ты знаешь, во-первых, Миша, спасибо тебе, что ты пригласил, да, потому что ты умеешь делать искренние, честные комплименты, и ты знаешь, это открывает любое сердце. И когда ты меня спросил, чем я занимаюсь и так далее, я, на самом деле, если я про себя говорю, то я просто вдохновительница. Я вдохновляю. То есть это можно из какого состояния вдохновлять людей? Я вдохновляю из состояния счастливой женщины, да, потому что у меня есть любимое дело, у меня есть то, что ждёт меня впереди, да, говорят, а что такое понятие счастья? И, конечно, люди, которые меня окружают. И это меня всё наполняет. И я таким образом просто отдаю людям самое лучшее, что у меня есть. Да, при этом мне хватает, и мне хватает на других людей. То есть получается, что это идёт такой обмен хороший, и тогда какие-то там неузаурядицы, или неурядицы, вернее, или ещё что-то, оно для меня, ну, как бы уже не настолько значимо, я не уделяю туда, не отдаю столько энергии вот куда-то вот в эти вещи. То есть я наполняюсь другим, и я тогда могу наполнить другого человека. Мы в это перейдём. Я как раз специально, пока ты говорила, да, я просто понимаю, что ты очень интересный собеседник, умный, образованный собеседник. Очень, кстати, приятно общаться с человеком, который действительно, ну, что-то знает. Ну, я тогда раскрою. Да, сейчас, да, я потом, я третий вопрос уже сразу заготовлю, пока ты вот говорила. Это как раз кроли женщины в семье. Как раз вот здесь у меня есть такая небольшая, как бы, схема, называется «разные мамы». То есть четыре определённые стратегии по отношению к маме. Я думаю, тоже будет тебе интересно потом. Это так мудро, это так нужно всем, потому что от этого вообще все ячейки общества зависят. А семья – это самая главная ячейка общества. Да, это мы потом отложим вопрос, сейчас мы пока про тебя. Но вообще я говорила про слово «любимое дело». Любимое дело – это вдохновлять. И, конечно, через что? Через мастер-классы, через обучение. Когда ко мне приходят женщины, они приходят одни, а уходят они с готовыми рецептами. Рецептами красоты, рецептами внутреннего своего состояния. И понимание, главное понимание, что они классные, что они королевы по жизни. Потому что есть несколько состояний женщины. Ну, кто читает «Юнга» и других авторов сейчас современных, понимает, что как важно женщине уметь применять эти четыре состояния. Да, извините, я перебиваюсь. Ты знаешь, вот в славянской, скажем так, мифологии, да, есть такое слово «ведунья». Ты относишь себя к ведунью? То есть человек, который ведает какие-то знания и передаёт? Да, вот, наверное, да, потому что я туда погружена очень много лет. То есть ты передаёшь вот именно секреты семейного счастья и благополучия? Да, через трансформацию женщины, не просто как психология, там, копаться вот в психике и так далее, а просто как она может, просто поухаживав за собой, полюбив себя, сделать элементарно грамотный уход за собой и видя, как она прекрасна на самом деле, не смотря на свои недостатки, а она видит, какая она вообще сама по себе, как у неё может быть кожа, как у неё может быть подчёркнуты глаза, там, выделены реснички, губки и так далее. То есть это не стиль, вот, ко мне пришли, я покрасила, нет. Бьюти-эксперт, консультант по красоте, он видит женщину и он ей даёт то, что ей сейчас надо на сегодняшний момент. Маленькие какие-то штрихи. И вот эти мастер-классы, они так трансформируют женщину, то есть она уходит и она понимает, что вообще всё круто на самом деле. И не только, да, именно вот про эту ситуацию, да, что вот это какая-то там, ну вот уход, да, он именно подходит в этот момент, но ещё и ты обучаешь, получается, у людей правильно пользоваться косметикой и, ну, уход вообще за кожей. Это достаточно такой, ну, интересный процесс, длительный, кропотливый процесс, потому что, ну, ты просто эталон красоты. Давай так вот по секрету, скажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься, ну, то есть ты являешься… Я думала, ты спросишь, сколько мне лет. Нет, 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 сколько ты занимаешься именно то, что вот обучаешь людей пользоваться косметикой моряки? Вот как консультант по красоте я с 2001 года, то есть это достаточно много, но я до этого… Ну, 20 лет это минимум. Да, но я до этого пользовалась продукцией, потому что однажды я попала на такой мастер-класс, мне его подарили, моя подруга причём, то есть она не пожадничала, не сказала, ой, я буду красива, а ты ходи там дурнушку. То есть мастер-класс может являться подарком? Это вообще шикарнейший подарок. То есть вот сейчас вот смотри, вот было 14 февраля, то есть мужчины, понятно, 23 февраля тоже же можно подарить мужчине что-то? Мужчины сами даже приходят, со своими могут быть… Нет, то есть подарок можно сделать… Мастер-класс. Мастер-класс. Да. Как и для мужчин, так и для женщин. Да, и для подростков ещё. Чё, и подростков? Да, мы в школах ещё обучаем. Это сейчас только что… Опять тема, вот замечательная книга «Поведение потребителей» называется «Социализация детей». Это процесс как раз обучения детей потреблять, чтобы они потребляли разумно, а не просто велись на эмоциональном фоне, тратя деньги свои, да, то есть вот… Потому что, ещё раз скажу, чем быстрее мы начнём адаптировать наших детей, тем меньше они, скажем так, как сказать, вот на них воздействие оказывает вредные привычки, скажем так. Внешняя среда. Да, внешняя среда. И ты знаешь, Миша, я уже начала это, в принципе, давно. Вот мы договоримся с директорами школ, мы проводим специальные занятия для старшеклассников и старшеклассниц, где мы рассказываем про гигиену ухода, потому что я вот как невропатолог, да, в прошлом, ну, вообще врачи не бывают в прошлом. Просто не все знают об этом, да, что у тебя высшее медицинское образование. Да, высшее медицинское образование, 30 лет медицинского стажа, и ты знаешь, я поняла, что очень много психосоматики у людей. Откуда идёт психосоматика? Это значит, это заболевание, которое не на уровне органов, а не на уровне ощущений, эмоций, как бы оно ещё не вылилось в гипертонию, допустим. Какие-то подавления страха. Да, подавления страха, тревоги, заботы какие-то, всё это накладывается, и всё это давит как бы на вегетативную нервную систему, и вот начинаются вот эти все, как бы надуманные, образно говоря, это ещё не перешло на уровень криминала, скажем так. И вот в этот момент можно повернуть, да. Человек, он приобретает ресурс в виде эмоционального интеллекта, эмоционального здоровья. Так вот, для детей обычно у них страдает самооценка. Либо родители, но это отдельная тема межэфира, потому что, да... Я с тобой полностью согласен. Я перед эфиром, чтобы ты понимала, изучал историю куклы Барби. О! Да, это тоже очень интересная такая история. И посмотрел критику вообще кукол Барби. Там есть такой вот маленький нюанс, что сама кукла Барби, она настолько как бы, скажем так, красивая, а дети, да, они немножко не такие. И это вызывает определённую патологию, что может вот эта психосоматика, как раз мы возвращаемся, что может как раз появиться вот эта анорексия проявления, да, то есть потом выливаются, то есть какие-то уже физиологические отклонения. Поэтому красота сильная. Красота – это очень мощный инструмент, и многие этого недооценивают, к сожалению, да. Базовые потребности по пирамиде Маслоу, да, покушать, где жить, потом там признание и так далее. Так вот красота – это эстетический такой инструмент здоровья в прямом смысле, потому что кто выживает? Выживает эмоционально здоровые, стабильные люди. Это позволяет ему быстрее адаптироваться. Да, да. И подростки, они же смотрят друг на друга. Ой, у этого такая кожа, у кого-то прыщи. Они начинают замыкаться, они начинают закрываться, они начинают… У них низкая самооценка, они не открыты этому миру, а они наоборот вот как в коробочке в такой. И поэтому, когда мы проводим мастер-классы, особенно есть мастер-классы «Мама-дочка», допустим, потому что у нас есть теория и практика. На практику, конечно, мы с разрешением родителей, потому что, ну вот, хотя сейчас подростки сами зарабатывают, есть такие, у которых свои деньги есть. И мы рассказываем о том, почему важно кожу очищать, почему нельзя давить прыщи, по каким массажным линиям нужно это делать. Потому что у детей гормональный сбой, вот это всплески идет даже. А, и вот когда видишь вот эти сияющие глаза, вот я тут недавно в детские дома отвозила, 100 бьюти-боксов, вот тема сегодня. Откуда финансирование просто вот сразу? Какая-то помощь была? Я считаю, что это моя благотворительность, потому что я как индивидуальный предприниматель с 2005 года, и я веду свою деятельность, поэтому просто я считаю, что благое дело обучать детей, потому что все начинается с детства. Я же невропатолог и взрослый, и детский. Я понимаю, что детские проблемы, они переходят на взрослых, если они не решены. Не все мамы могут уделить этому внимание, не все подростки, не все мамы являются авторитетом для подростков, да. И специалист внешний, он иногда может сделать гораздо больше за 45 минут или час, который идет на мастер-классе. Они могут за это время так понять себя. Конечно же, вот недавно у нас была прямо группа подростков, в нашей Академии Красоты. Мальчики и девочки, они дружат между собой. Ну, просто видно было, да, как они друг друга начинают поддерживать. Они вот делают селфи с этими масками. Для них это прямо шоу театральное даже, да. Во-первых, это снимает вот этот барьер, что, ну, вроде бы при чеке выскочили, да, а тут вроде бы как бы прикол. И через вот этот процесс, получается, снимаются вот эти страхи, что, блин, вроде все нормально, все воспринимается, да. То есть вот через игру, через то, что мы все дружно это делаем. Блин, ну это классно, слушай. Да. Вот без вопросов я благодарен тебе за то, что ты вот пришла на эфир и рассказала вот эти все вещи, все эти вот маленькие нюансы. Потому что ты вот, чтобы было понятно, ты, во-первых, специалист с медицинским образованием, плюс ты все-таки большое количество лет времени занимаешься этим. Ты выявила уже вот определенный запрос, и ты понимаешь, что каким вот, вот казалось бы, простым способом через красоту можно достичь совершенно других. Ты еще так шепотом зачем? Да. Я тебе, так, я тебе забегаю, мне вот вопрос, чтобы ты, пока ты это сама, можешь немножко глянуть так, для себя это роль матери, то есть четыре стратегии, скажем так, мамы. И я что хотел сказать? Такой пара хороших слов вообще от моей мамы, потому что мама, вот когда увидит, что мы с тобой сейчас общаемся, она вообще смотрит все мои ролики. Это настоящая мама, то есть мама, которая поддерживает, поддерживающая маму. Она не то, чтобы, не только вот поддержит, она еще вот, как тебе сказать, вот я делаю что-то, ну делай, развивайся. То есть я же никого не обижаю, не оскорбляю. Вот это есть поддержка, не из позиции мамы, которая вот как заботливая, такая, ой, туда не ходи, туда не надо делать, да, а это мама поддерживающая, которая тоже вдохновляет. Да. Это классно вообще. Поэтому она будет на тебя смотреть и будет радоваться. Вот представляешь, вот ты пришла, мало того, что ты сразу тут всех зарядила прекрасной обстановкой, аура волшебная. Плюс мама еще посмотрит, поэтому тебе еще раз благодарен за то, что ты пришла. Спасибо. Вот я тебе потом еще раз скину там все вот эти моменты. Это очень интересная книга, вообще просто для всех предпринимателей, руководителей всех крупных предприятий, особенно для администрации города, очень важные руководители, а также даже нашему президенту стоит ее почитать. Здесь очень большой срез экономики, социологии, антропологии и многих факторов. Ну, потому что, Миша, ты всегда развиваешься, и у тебя действительно самые передовые технологии. Я же за тобой много лет наблюдаю, уже сколько, помнишь, с бизнес-клуба. И, конечно, я очень правда восхищаюсь тобой, твоим делом, что то, что ты делаешь, это настолько важно, вот настолько просто необходимо людям, потому что просветительская работа, как вот ты назвал это, вот раньше называлась, да, и сейчас это очень важно, потому что можно что унести в мир, можно же разные вещи унести в мир. А когда ты делишься самым лучшим, что ты уже освоил, узнал, это же вообще реально круто. И все с Турицей возвращается, главное. Да, вот все правильно ты говоришь, это вот как дерево, притча про дерево с бабами. У меня, кстати, тебе сегодня подарок в связи с этим. Да, мы как раз сейчас перейдем. Вот притча про дерево с бабами, вот если ты посадил, скажем так, один бомб, как он правильно, зерно, нет. Дима, подскажи, что у нас там? Зернышко, семена, семена, бобов. То есть ты вот семя одно посадил, если ты дождешься, если ты будешь за ним ухаживать, у тебя вырастет дерево, с которого ты можешь снять определенные плоды. Конечно, ты можешь все плоды употребить, но если ты какую-то часть все-таки отложишь для того, чтобы заняться воспроизводством, а часть отложишь на себя, то у тебя все будет хорошо. Это вот реальное финансовое планирование для всех семейств и домохозяйств. Миша. Простая формула. Ты знаешь, ты сейчас затронул прям мою тему, потому что у нас же… Ты сейчас этим занимаешься. Да, я сейчас этим занимаюсь, я сею семена, сею, 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 потому что у меня же есть команда по всей России, и мы, кстати, являемся номер один по северо-западному федеральному округу. Наша команда. Ну, вообще, команда «Марикея» достаточно большая, крупная сеть вообще, ну, из единомышленников, можно сказать, если будет, наверное, более правильно, да? Да, команда единомышленников, конечно. У которых, вот честно скажу, у них стерты грани вот этих, то, что кто-то где-то находится далеко. Я не один раз замечал, что вы общаетесь, используя современные технологии, так что догоняете, возможно, где-то перегоняете. Однозначно. Это да. Что ты принесла? Ты знаешь, я для тебя такой небольшой подарочек сделаю сейчас, процедурку, приятную процедуру, потому что ритм жизни сейчас современный, да, и мы на самом деле очень хотим, да, выглядеть свежо, бодро. Я тебе такой бодрячок принесла для твоих век, вот, и нанесу тебе сейчас патчи. Время мы засечём, потому что их нужно делать. А что такое патчи? 20 минут. Ты знаешь, это такой как бы гидрогель, погружённый в материал, и там 63 активных компонента сыворотки, и вот эта сыворотка в течение 20 минут погружается глубоко. Только не сыворотка, правда? Внутри сыворотка. Правда? Да, 63 активных. Нет, сыворотка-правда, да? Сыворотка-правда. Я не начну что-то говорить, то, что не нужно говорить. Да, ты начнешь то, что нужно говорить. То, что нужно. Вот, и вот это вот магия розовых лепестков. сейчас окажется на твоей очищенной, подготовленной кожи. Давай, давай, показывай. Да, я уже подхожу к тебе? Конечно. Давай, иду. Так, сейчас. Сейчас произойдёт самое главное на её жизни. Волшебство. Да. Сначала будет прохлада, не пугайся, пожалуйста. Это компонент мяты, да, наверное, или что? Там экстракты красных водорослей, там много всего самого-самого прекрасного, то есть четыре главных категории здесь, вот. И то, что отдают в течение 20 минут, а это я тебе наклею по-другому, знаешь, чтобы ты был разный. Вот. Смотри, какой ты классный. Ну, я не вижу, я потом уже посмотрю, когда буду монтировать ролик. Вот, можешь немножко пальчиками своими, просто чуть-чуть вот так вот. Ну, надеюсь, это... Я нормально выгляжу. Так, ты говоришь, надо засечь время. Да. Как раз вот ты сейчас и обучаешь меня, как пользоваться вот этими волшебными патчами, лепестками. Да. И обрати внимание, они сползать не будут. Да, я заметила. Они прочно сели. Вот. Поэтому, ты знаешь, я всегда за науку, потому что, когда есть научные разработки, когда на самом деле средства, не просто вот, знаешь, сборная солянка, вот сборная солянка, умывание одно, там, очищение другое, там, тоник откуда-то еще, увлажнение тоже, даже не по типу кожи. Вот что является, знаешь, есть такие, как бы хочу лайфхаки поделиться женщинам, я думаю, будет приятно. Есть несколько таких, ну, скажем, ошибок, или как это по-другому, заблуждений назвать, или мифов, женщин, которые делают некие такие ошибки в уходе за кожей. Допустим, одна из ошибок, вот вчера у меня буквально, мне же каждый день женщина приходит, и женщина пришла, говорит, ну, у меня кожа комбинированная даже больше к жирной. Я, допустим, летом ее вообще не увлажняю. То есть я просто умылась, и все. И я смотрю на ее кожу, я же эксперт, я вижу, насколько она ровная, насколько она гладкая, насколько она ухоженная, да, то есть есть красивые женщины, на красивую женщину посмотрят многие, на ухоженную женщину посмотрят все, да, то есть и видно вот эта ухоженность, холюность, она как бы видна, и это действительно определенная, ну, эстетика, вот мы как раз сегодня про это говорим. Так вот, она говорит, я не увлажняю, я говорю, знаете, Лен, вот вам сейчас там, ей было там, ну, 20 с небольшим лет, а процесс старения начинается с 23 лет уже, глубоко в коже, да, то есть очень важно. Я говорю, знаете, сейчас особенно идет период обезвоженной кожи, потому что батареи, климат, и получается, что кожа больше отдает влаги в пространство. И таким образом, когда кожа обезвожена, у нее резервы очень маленькие. Это вот, знаешь, как вот сотовый телефон разряжается, то же самое и кожа разряжается, как сотовый телефон. И получается, что если мы ей не даем питание, она, ну, в определенный период жизни, ну, может произойти в 35, может 40, и она просто резко, как мы иногда шутим, будет обвал лица, да, потому что каркас кожи, он состоит из трех главных компонентов, и получается, что появляются пустоты в коже, и вот эти вот заломы в виде морщин и так далее, и так далее, со временем, оно просто наступает очень быстро в один прекрасный момент. И женщина говорит, о, что-то я как-то не так выгляжу. Часто говорят, что что-то как-то ты это сдал, такая вот фраза, сдал что-то позиции, да, то человек быстренько состарелся. Ну, действительно, на кожу влияет очень много факторов, во-первых, это экология, которую ты сейчас только что вот сказала, это внешний фактор. А у меня хорошие новости, у меня хорошие новости есть. Оказывается, ученые, у нас же, знаешь, крупная лаборатория моряка, в которой пользуются известные бренды этой лаборатории, недавно открыли завод, и очень много научных исследований. И оказывается, 80, это вот очень хорошая новость для всех, биологическое старение только 20%, Миша, 20%. 80% – это внешняя среда. И у нас как раз разработали 3D-чудо-набор, 3D, который уже через 4 недели как раз предотвращает негативное воздействие окружающей среды, потому что там содержится пуля, убивающая старость. Пуля убивающая? Да, вот если набрать даже в поисковике, пуля убивающая старость. Ну, я забью сейчас пока. Или можешь просто набрать слово ресвератрол. Ты так, подожди, пуля убивающая? Пуля убивающая старость или ресвератрол. Вот, это вот важно понимать, да, за счет чего средства работают. Вот в данном случае за счет ресвератрола в том числе. И эта вытяжка из растительного экстракта японского горца, и вот эта вот вытяжка, этот экстракт в сочетании с витаминами группы В, в частности, там, В3, экстрактом растения готу колы, то, что улучшает микроциркуляцию. Через 4 недели женщину можно просто не узнать. И она смотрит на себя в зеркало, и она радуется, она говорит, боже мой, какая я действительно классная. А когда трогает ее муж? Когда он ее целует? У меня столько случаев... Это вообще через тактильные вещи. Да, у меня столько случаев было, когда женщина приходит, говорит, Лена, она мне прямо иногда звонит, даже не успеет до дома дойти. Ты знаешь, когда меня муж поцеловал, он сказал, что с твоей кожей? Ты такая нежная, ты такая гладкая. А когда я начала пользоваться уходом за телом, мне мой муж вообще сказал, ты ускользаешь из моих рук. То есть настолько гладкая, нежная кожа получается. То есть это, да, на уровне вот эстетического такого. И как это... Я не знала сама, что я кинестетик по своей природе, но это очень важное ощущение. Сейчас используют это и сексологи, насколько это важно, да, вот кинестетически. То есть, ну, я бы сказала, даже виагра в какой-то степени. Понимаешь? Вот за собой вот эту ухоженность. Нет, вообще это да. Потому что человек, ну, понятно, что гормональная предрасположенность друг к другу, ну, это уже очень важно. То есть если гормональная предрасположенность не подходит, уже начинаются какие-то отёрки. Миша, как ты, как у тебя вот сейчас ощущения твои? Да, всё нормально. Немножко так пощипало. Пощипало, да. Активные компоненты просто погружают. Ну, такое прохладненькое пощипывание. Ты знаешь, вот мы говорим вроде про косоту, да, давай пару небольших ремарочек, которые я нашёл, просто зачитаю на всякий случай. А красота – это эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Ну, вот опять же. Вырабатываются гормоны счастья. Да, гормоны счастья, да. Красота является одной из важнейших категорий культуры. Противоположностью красоты является безобразие. Поэтому как вы подходите к своему мужчине или мужчина подходит к женщине, очень сильно зависит. Вы культурный или без культуры, безобразие выглядите. То есть это тоже очень важно. Ещё, знаешь, вот по поводу влияния красоты, опять же, это всё, опять же, вот мы всё возвращаемся к культуре. Есть такая вот дискриминация по возрасту. Это сейчас вот мы говорили про кожу, да, то есть причём тут вот это, да. Я тоже сейчас прочитаю, что такое эйджизм. Это дискриминация человека на основании его возраста проявляется в готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некому заранее установленному критерию возраста. Ну, то есть там уже понятия там, ладно, вот. Это всё как бы выкладки из Википида. Можно я тебе вот в связи с этим кое-что скажу? Ты знаешь, в моём окружении приходит очень много женщин, возраст которому, ну, скажем так, 6-0, 7-0, 8-0 и так далее. И ты знаешь, что я вижу… Какой-то хоккейный счёт сейчас называешь? Да, но я специально, чтобы… Я понял. И ты знаешь, что я увидела? Вот я же очень много, у меня сотни женщин проходят, да. И что я увидела? Женщина, а для неё открываются новые возможности, новые увлечения. Вот особенно те женщины, которые тоже начинают проводить мастер-классы, если это женщина в возрасте, да. Она забывает про болячки, она забывает сидеть с соседками, там, перемалывать кому-то косточки, она забывает кого-то осуждать, то есть уходить вот в эти низкие вибрации, да, там, осуждений каких-то там, обид, негодований. То есть, опять же, поднимается эмоциональный интеллект, развивается вот это чувство благодарности, вот это ощущение такого света, да, внутреннего. Она начинает излучать внутренний свет. О, кстати, у нас недавно вышли духи, которые изучают внутренний свет, это же шедеврально. И вот мне даже дети вот этих женщин говорят, Лен, спасибо огромное, потому что моя мама жила. Она действительно забыла про болячки, и она вот занимается интересными, потому что консультантом по красоте может быть каждая женщина. Я, кстати, вот, ну, по поводу возраста, да, то, что не надо зацикливаться, да. Опять же, вернусь просто к поколениям, потому что более молодое поколение, то есть назовём его Y и поколение Z, да. Да, вот если говорить о поколении Y, то просто вот особенностью поколения X и Y является то, что старшие любят обучать, а молодежь учится. При этом поколение Y не склонны к получению системного образования. Они предпочитают изучать те аспекты, которые легко можно найти практически применение. Поэтому потребитель поколения Y так активно участвует в различных тренингах, инфобизнеса брёл в их лице преданных клиентов. Такая маленькая вот ремарочка. И к чему? Что даже наличие какого-то возраста – это не повод расстраиваться и комплексовать. Найдите себя просто через то, что вы можете дать другим людям. Ещё раз, найдите свою аудиторию. Та, которая не будет вас критиковать, а которая будет вас поддерживать и, наверное, обмениваться с вами, скажем так, каким-то базисом информационным опытом. Ты знаешь, Миша, считается, что если человек знает хоть немножко больше, на 10%, он уже эксперт. Он уже эксперт, да. Он уже эксперт, и нужно, на самом деле, не нужно, знаете, себя как бы критиковать, вот это устраивать, вот я не такая, там сравнивать себя с другими, потому что это, на самом деле, не всегда в пользу идёт. Но вот чем я благодарна компании, с которой я сотрудничаю уже много лет, с тем, что она привносит, вот даёт мне то образование, то есть причём со всех сторон, не только как эксперт в области ухода за кожей лица, не только как эксперт в области макияжа, не только как эксперт в парфюмерии, не только как эксперт, там, психолог, да, а именно вот все стороны подсвечивает и даёт самых лучших экспертов. Допустим, вот неделя высокой моды уже, у нас 18 сезонов моряка и официальный визажист, и я, у меня есть диплом визажиста недели моды, и модели что говорят? Мы говорим, мы не хотим смывать мейкап, потому что мы чувствуем, вот кожа дышит, то есть мы не чувствуем, что у нас маска какая-то, и вот это вот, то есть, образно говоря, женщина получает вот эту лёгкость, да. Опять же, ну, воздух, который попадает, да, мы всё равно вдыхаем не только через лёгкие, но ещё и через кожу тоже происходят вот эти все процессы, поэтому действительно очищение кожи и защита её, опять же. То есть неважно просто очистить, соскорбить защитный слой, важно ещё и защитить его. А ты знаешь ещё, Миш, многие очень пропускают этап тонизирования кожи, а он, знаешь, вот как в желудке есть PH, среда, среда, есть там внешняя среда, есть в желудке PH, есть PH на коже. И многие пропускают этап тонизирования, и они не знают, что оказывается тоник правильно, грамотный, подобранный тоник, не тональный крем, а тоник. Он выравнивает PH кожи и с кислой на тот уровень, который должен быть, и с щелочной. Он переводит в баланс, и получается никакие болезнетворные микробы. А у нас, в принципе, мы же живём среди микробов, среди, ну, скажем так, бактерий и вирусов, да. И самое главное, что вот это иммунитет даже формируется кожей, потому что у нас есть слизистые. А если мы неправильно ухаживаем, и не теми средствами ухаживаем, то это иммунитет падает, и получается кожа у нас входные ворота, слизистые у нас входные ворота, все знают, почему вирус там и так далее. Потому что, ну, во-первых, сухость, да, не все увлажняют в помещении, потому что, вот ещё раз говорю, баланс влаги и жиров в коже важен. Очень важно, да. И PH, то есть тонизирование, вот на мастер-классах женщины как раз тоже об этом рассказывают. Это к лазе нет знаний просто. Да. Знаешь, я понимаю, что к тебе надо, ну, точнее, тебя сюда надо ещё не один раз приглашать, потому что с тобой интересно. А ты меня не спросил вот про эту коробочку. А я не спросил, я просто, ты меня, ну, так, это, увлекаешь своими рассказами, что просто интересно слушать. Потому что вот тема здоровья, и не все женщины могут выйти из дома, да. Кто-то вот, допустим, в возрасте сейчас ещё, ну, как бы есть страх, там, вдруг заболеть и так далее, да. И что мы делаем сейчас уже в течение вот этого периода, который начался год назад практически, у нас есть волшебные бьюти-боксы. Что это такое? Это коробочка. Бьюти-то красота. Бьюти-то красота. Бокс – это как бы коробочка. Да, она может быть разной формы, разного цвета. Коробочка с красотой. По-русски так. Да. Для всех. Согласна с тобой. И вот в этой коробочке с красотой находятся средства. Они все подписаны. Вот. Да? Они все подписаны. Просто здесь у меня средства я не положила, просто как образец. Есть специальная лопаточка, которую можно брать. Подкоп. Подкоп. Подкоп делать, да. И вот здесь есть, допустим, маски, очищение, ночной крем, дневной, пилинг, сиси-крем, тоник, обезжиренное средство для снятия макияжа. То есть весь набор стратегический, мы так называем, стратегический набор гигиенического ухода. Я так, подожди, я понимаю, это как и знакомство, да, то есть такое лайтовое. И если ты понимаешь, что тебе больше всего подходит и как реагирует твоя кожа, ты уже определяешься, да. Ну это и подбирается по типу кожи. Я ещё раз хочу сказать, что это вот только в присутствии вашем, да, потому что человек, ещё раз говорю, не умеет пользоваться, он будет не знать, он начнёт всё подряд наносить, я правильно понимаю. Поэтому как у вас вообще происходят вот эти, просто дальше забегаю, я так понимаю, у вас есть бьюти-завтраки. Бьюти-завтраки у нас роскошные, проходят в Петербурге, в Сосновом Бару, где женщина собирается, представляешь, выходной день, 11 часов, женщина приходит красивая в ресторан, там, где накрыт стол, где общество таких же красивых женщин. Но я имею в виду в понятии красивая, это просто она чувствует себя не как миска-стрюлька, простите за такое слово. Так что я читал, либо безобразие, либо красота. А для красоты нужно минимально. Она наполняется этим пространством, она наполняется общением, она узнаёт что-то новое, потому что мы же туда ещё экспертов, там, диетологи, ну, разные специальности есть, да, то, что женщине всегда интересно, и у неё не всегда бывает время, чтобы вот из такого потока информации выбрать что-то главное. А там она всё получает. Вот смотри, сразу вопрос. Да. Иногда люди, они убеждены, то есть у них есть некие установки о том, что это может казаться дорого. Вот ты мне скажи, пожалуйста, это дорого или нет просто. А бьюти завтра? Многие, да, может быть, просто не знают, я сейчас объясню вот на примере. Надо цену назвать. Нет, ну, я просто сейчас объясню. Вот был перед тобой Роман Колодкин, организатор мероприятий. Я смотрела, я все твои эфиры смотрю. Спасибо большое. Лайки ставлю. Спасибо. Слушай, он рассказывал, как прийти на свадьбу. Ну, например, нет ничего такого там у тебя, то есть он говорит, просто брюки, рубашку и там, может быть, киды даже можно взять. А здесь просто платьишко. Да. Лизочка с юбочкой, что-то такое очень аккуратное, не должно быть дорогим. Но это просто вот то, в чём человек чувствует себя комфортно. И всегда есть, вот, допустим, я когда начинала консультанта по красоте, а мы с супругом жили в общежитии, и у меня не было униформы. И я выполнила программу, у нас есть такая крутая программа, красный пиджак. Компания дарит такой красный стильный жакет, и к нему можно просто блузку с юбочкой, да, элементарно, либо просто чёрное платьишко. И это очень красиво смотрится. И я вот тогда специально делала эту программу, чтобы у меня была вот одежда, да. И я на мастер-классы, я одевалась всегда, только там платочек повязывала, да, какой-нибудь красивый. У нас, кстати, есть, как повязать платочек, да, что там, цвета, цветовая гамма какая в моде. И всё. Главное, даже не столько вот внешне, сколько как внутренне себя человек ощущает. И вот там вот женщины раскрепощаются, что самое интересное. Они уходят, говорят, господи, мне такое ощущение, что я неделю отдыхала. Да, то есть вот они получают ресурсное состояние. Сейчас самая главная тема, Миш, это ресурсное состояние. Это не ресурсное, да. Да. И вот как раз эти бьюти-завтраки, они… Чтобы было понятно, с точки зрения ценового диапазона, именно не, ну, можно назвать, можно не называть. Ну, это две чашечки кофе, можно так сказать. Цена двух чашечек, но это недорого. А чтобы ты понимала, да, то есть вот кто-то, может быть, считает деньги. Не там считаете, во-первых, сразу хочу сказать, не там считаете. Это отдельная тема. Ты знаешь, вот это касаемо как авторского труда. Вот если я вставляю какую-то музыку, раньше я её просто скачивал, да, и потом получал какие-то авторские претензии. Я сейчас просто скачу на определённом сервисе, плачу 800 рублей в месяц. Ну, что это? Ну, два гамбургера, условно говоря. Миш, можно я скажу прям призыв, призыв. Вы все читали очень известных людей, там, инвесторов, миллионеров, но неважно. То есть люди, которые сделали себя там сами, допустим. И самое первое, самое правило – это вложение в себя. То есть мы считаем, что можно вложить в бытовуху, простите, да, там, купить там шкаф, купить там ещё что-то, либо в одежду, да. Но вложение в себя, я имею в виду, знание. Я имею в виду то, что даст вам просто, откроют все двери. Ну и плюс нетворкинг, да, потому что нетворкинг – это всё. А как узнать, что вы прекрасно печёте тортики? А как узнать, что вы там, ну, кроме соцсетей, конечно. Да, как уж сужены узнают, что вы замечательно это делаете. Да. А это же тоже, это тоже определённая эстетика. И вот поэтому нужно просто вкладывать. И я не говорю, не призываю всех ходить на разные тренинги всевозможные. Есть такая категория людей, кстати, которые ходят, 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 а у них в жизни ничего не меняется. Ну, это у них, понимаешь, процесс как развлечение такого, да, просто вот ходить. Ну, хобби. Хобби, да. Но я-то призываю всё-таки к тому, чтобы был результат. Я человек результата. Да, недаром у меня там огромное количество поездок от компании, там, автомобили. Всё это заслуженное, действительно. Да, кстати, автомобили. Вот не все в курсе, какой уже по счёту автомобиль у тебя? Ну, этот пятый как бы вот… Может, ты расскажешь про четвёртый? Хочешь рассказывать про четвёртый? Ну, в принципе, поделюсь, да. Поделюсь, да. Поделюсь. У нас сейчас идут автомобили арендные, то есть мы за них вообще ничего не платим абсолютно. Ни страховку, только заливаем бензин, да, то есть такие правила в компании. Это, ты знаешь, с точки зрения экологии, то есть просто покупать, да, то есть и что потом дальше делать с этим? Я, конечно, не готова работать на железку, вот честно, вот как брать кредиты, я вот не готова, честно, эти вещи делать, потому что я считаю, что вот я всегда с собой 24 часа в сутки, да, и вот самое главное – это вот я, это внутри меня, да, какое состояние здоровья моё по всем сферам, да, вот это колесо жизненного баланса. Для меня это самое ценное, это как для женщины, гармоничной женщины. Я сейчас говорю именно про такое, не то, что там дом, работа, дом, работа, день сурка, я говорю про гармоничную женщину, к которой можно прийти, и мы, в принципе, обучаем женщин, как и тайм-менеджмент, как можно совместить, допустим, бизнес и по дому, да, и там работу и всё остальное, потому что все к этому, миллион женщин к этому пришли, да, вот если касаться нашего бизнеса. Поэтому автомобиль – это выполненный определённый конкурс, который… у тебя 20 минут не прошло, кстати? Было 20, вот сейчас будет, 19 минут прошло. Да, ну, может, если что, потом сюда погрузить ещё на какое-то время, вот, ну, или сюда. Я сам попробую, не ловкими движениями это сделать. Да, 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 я просто как заботюсь с позиции заботы, вот, и поэтому, конечно, то, что сейчас происходит, да, есть люди, которые только вот берут-берут, и есть, которые отдают, и вот то, что происходит в городе у нас, автомобиль у меня, вот, однажды утром я вышла из дома, из подъезда, и не обнаружила просто автомобиль, но компания через некоторое время мне прислала новый автомобиль. Ты расстроилась вот так вот? Знаешь, я, честно, я не расстроилась. Ну, потому что ты, вот мы сейчас перед эфиром, ну, не перед эфиром, а перед записью, мы как раз общались по поводу того, что есть, как бы, отрицательный заряд, да, и положительный заряд, ну, с точки зрения эмоций. Да. И с какими эмоциями ты выходишь. Да, я просто выбор сделала, Миша, да, ну, конечно, в душе я немножко расстроилась, потому что у меня были планы, да, мне нужно было то-то сделать, то-то сделать, и, понятно, это заняло время. Самое ценное вообще, самый ценный ресурс у людей – это время, это самый ценный. И если вот развивать потом тему, допустим, как люди, с кем они общаются чаще, да, с токсичными людьми или с другими людьми, да, то есть мы каждый день делаем выбор, да, или слушать этого человека и погружаться в его какое-то там состояние, либо погружаться в другого человека, образно говоря. И я, когда я обнаружила вот это, я думаю, ну, Лен, ну что, прими ситуацию, да, это произошло. Но зная еще то, что так компания заботится о топовых директорах, так она заботится о сотрудниках, я сразу же связалась с компанией, мне сразу же там все, там вот то-то, то-то, то-то были, инструктаж был дан. Естественно, что, ну, у меня какие-то были мысли, что надежда, что ко мне вернется мой брендированный автомобиль, вот, но я-то потом поняла, что этого не произойдет. У тебя был черный, а ты хотела… А, да, ой, Миша. Ну, вот смотри, мысли материальные, вот, кстати, Дима Гарин любит это говорить часто, что мысли материальные, и ты хотела красно. Дима Гарин. А, Дима Гарин. Я перекладываю, да? Да, да, да. Я правильно держу? Да, перекладываю, ага, перекладываю. Надо, чтобы красиво… Да, с любовью, ага, замечательно. Да, я, знаете, дорогие друзья, вы знаете, я, правда, когда нас… Поактивнее просто прилепи. Так, активнее, да? Да, вот так, во, все, просто на бровь немножко ушло, все, супер. Очень красиво, да? Очень красиво, да. Нет, 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 нет. Все, зашло, да. И вот, и на самом деле, когда вышла автопрограмма в красном цвете, а у нас можно делать выбор, белый, черный или красный. Так как у меня до этого было два розовых, потом у меня был белый, да, ну вот этот черный. Красный лучший, тень от 6. Да, да, а я все… у меня красный цвет, это просто мой любимый, у меня даже вот помада сейчас красная, хотя не помада, просто карандаш для губ, я так нанесла. Это фишка для женщин, что можно наносить не помаду, а если вы хотите определенную стойкость, вот, допустим, я пью кофе, я с тобой общаюсь, да, и чтобы все эстетично… Не остается никаких разводов. Да, чтобы было эстетично, да. Я мечтала, я мечтала, что мне так хочется красный, и вот меня вселенная, я всегда говорю, меня вселенная слышит и благоволит, то есть прошло немного времени, там буквально полгода, и вот произошла эта ситуация. И сейчас я на красном автомобиле, то есть сбылась моя мечта, я в свое время представляла, что у меня будет именно красный, и я выхожу из подъезда, и я вижу этот красный автомобиль, как я в него сажусь, и я прямо вот чувствовала, прямо вот ощущениями, что я сейчас действительно получаю, я вообще получаю удовольствие за рулем, и, конечно, это большое счастье, вот, когда есть такая компания, которая тебя так поддерживает. Я с тобой полностью согласен, что можно расстраиваться, а можно так махнуть рукой, сказать, да и ладно, жив, здоров и ладно, это самое главное. А, кстати, в этот день еще был град в Петербурге, а я должна была поехать в Петербург. Мы же не знаем, что может произойти дальше. Ты знаешь, вот человека, вот я всегда говорю, ну, я про себя, я просто всем всегда говорю, я реалист и материалист. Я вот в что верю, вот то, что у меня не вызывает сомнений, значит, я начинаю этому доверять. Вот, и для меня существует всегда только один день в жизни. У меня нету там будущего, у меня нету прошлого. Прошлое я уже прожил. И вот у меня есть один день. И в этот день я должен вложить все по максимуму. Я должен успеть то, что я запланировал. Вот для меня это важно. А у меня, ну, то есть вот так вот смотрят, что он там как вот умудряется делать, ну, везде побывать, везде все успеть. Открой маленький секрет. Вот когда ты знаешь, что с тобой будет, да, то ты можешь, ну, принимать какие-то совершенно взрослые решения. И вот у меня одно из моих взрослых решений – это покупать чужое время. Ну, да, я как бы, можно сказать, что эксплуататор, там, кто, ну, предприниматель, как говорят, иногда жулики мы, вот. Но я считаю, что если человеку не нужно его время, то почему бы мне у него не выкупить его? И я совершаю просто обмен, деловой обмен. И это нормально. И за счет этого я просто все успеваю. Это маленький лайфхак для тех, кто хочет стать успешным, счастливым, ну, и чтобы всегда гармония присутствовала в жизни. Вот и все. Да, Миша, я вот, и поэтому я всегда тобой восхищаюсь, на самом деле, потому что очень такой достойный пример, я считаю, да, особенно и для молодежи. Живой пример пока. Я тебе желаю, чтобы этот пример был. Спасибо. Кстати, я тебе подарочек еще один принесла. Так, у нас, наконец-то, нам начали поступать подарки в студии. Я чувствую себя, как Леонид Якубович. Так. Это тебе защитная перчаточка для рук. Это крем для рук с алантаином. Он держит влагу, это смягчающее средство, он держит влагу в коже 24 часа и выдерживает несколько смываний водой. Ты знаешь, вот очень много часто заказывают на подарочки. То есть, допустим, в первую очередь, там, для мам, допустим, да. И он не дает никаких жирных пятен быстро впитывается, и кожа будет всегда гладкой, мягкой, и будет ощущение комфорта. Не будет ощущение степени. Слушай, великолепное свойство, что он не оставляет… Вешайте, как с любовью, запаковала. Да, то, что, смотри, мы же все пользуемся сотовыми телефонами, вот, и мы постоянно тыкаем, и вот эти все разводы, да, иногда приходится протирать. А то, что не оставляет отпечатков, это вообще классно. Это хороший подарок. Спасибо большое. Да, я думаю, на несколько месяцев тебе точно хватит. Обязательно буду пользоваться. Да, да, да. Так, Лен, еще раз немножко о бьюти-завтраках. Каким образом это вообще все происходит, сам вот этот процесс? Ну, ты знаешь, Миша, у нас приходят люди по разным причинам. Сейчас я немножко… Ну, во сколько он начинается? Да, он начинается в 11 часов. То есть можно выспиться. Как принцесса, все могут выспиться. Да, подготовиться, прийти в состояние, нужно вот это вот как собраться, знаешь, на свой день рождения, можно так сказать. Я бы так сказала, потому что уже женщина, вот, и слово, допустим, макияж называю, это медитация для женщин. Когда женщина делает себе легкий даже макияж, потому что самое такое крутое – это макияж без макияжа. Да, то есть помнишь, я в самом начале эфира рассказывала, что у женщины есть четыре состояния. Ну, я сейчас не буду это все, эта тема целая отдельно. Вот, и когда женщина начинает делать макияж, хотя бы она ухаживает за собой и делает легкий даже макияж, она медитирует. Она медитирует на молодость, она медитирует на красоту, она медитирует на здоровье, она медитирует на эстетику. А теперь внимание, пунктик. Чем ценен мужчина и чем цена женщина? Это абсолютно разные вещи. Мужчина ценен действиями. Он сделал, он победитель, он достойный, ему хочется дальше делать творить. Стиву, мотивацию. Чем цена женщины? Женщина наполняет пространство своим внутренним состоянием. Представьте, если женщина раздраженная, она кричит на детей, это вот состояние девочки, да? Ее никто не услышит, ее никто серьезно не воспримет. Почему? Потому что она в состоянии девочки. А девочка – это кто? Да, это стихия воды, да, она может быть журчащей, в этом состоянии легко просить. Дорогой, подари мне там бриллиантовое колечко. Это вообще, это вот на этих занятиях «Четыре грани совершенства» – это крутой проект, который практически никто не делает, кроме нас. И он есть онлайн и офлайн. И там мы как раз говорим женщине, что она хочет иногда в жизни одного, но она делает и ведет себя совершенно по-другому. А хочет, чтобы у нее было вот это. И когда после встречи, после занятия они уходят и говорят, боже мой, как элементарно и просто. Не надо сходить к психологам, копаться, погружаться, не надо там море денег еще там на что-то, да? Оказывается, понимая, то есть вот этот опять эмоциональный интеллект, понимая себя, понимая других, управляя собой, управляя другими, можно такую семью создать, можно такое общество создать, да, самодостаточное общество, которое может действительно быть управляемым сами. Это значит, не будут ни ими управлять. Вот это очень важно. Ты сейчас рассказал только, что, да, о великолепном психологическом эффекте. Это когда девочка, там, да, ну, женщина, скажем так, когда она посвящает внимание для себя под какие-то определенные, ну, вот, мысли. Это как актеры, знаешь, плохой от хорошего актера чем отличается? Хороший актер, он сто процентов вживается в роль. То есть он эмоционально проживает это, это, как сказать, чувство, и он это передает. Ну, я просто ходил на актерское мастерство, поэтому немножко об этом понимаю. Это очень такая тонкая грань психологии. И вот когда ты заряжаешься, ведь самое главное, еще раз говорю, психологический эффект, он в чем? Что вот этот обряд именно для кого-то, для чего-то, ты делаешь это для себя. Ты хорошо сказала обряд. Обряд, да, и это тебе именно воздается, что ты самое главное тратишь время исключительно сейчас на себя. Вот у меня просто есть товарищ, которым мы иногда бегаем, вот, у него трое детей. Блин, тяжело там туда-сюда, ну, трое детей, это достаточно такая серьезная все-таки, серьезный вызов сейчас в нашей реальности. И я чувствую, он устает, уставший, говорю, слушай, говорю, тебе надо просто потратить время на себя. И когда он бегает, ему он поздно ложится, но все-таки там маленький ребенок, там надо семью кормить, очень много-много хлопот, а времени на себя нет. И когда вот он выбегает, ты знаешь, я вот вроде бы как бы где-то не усыпаюсь, и тут вроде бы бегаю, устаю, но я чувствую, что у меня заряд бодрости появляется. То есть очень-очень важно, насколько, да, все-таки тратить время исключительно на себя. А смотри, Миша, сейчас самое главное, есть у человека коробочка, ну, вот, из красоты коробочка, а есть свой энергоблок у каждого человека. Он состоит из нескольких частей, но это тема отдельного эфира, я, ну, просто это очень важно, да, вот, мы сегодня говорим про ресурсное состояние. Сейчас это очень важно для людей, потому что действительно они иногда вот, ну, вот, все как один день, действительно, и сил вроде где-то не так, не такого количества. Так вот, есть, допустим, тело, есть дух, и есть еще несколько вот этого блока, да, и иногда люди обращают внимание и концентрируются немножко на других составляющих. Фокус, да, куда фокус, туда энергия, да, куда фокус, туда энергия. И получается, чтобы вот этот энергоблок внутренний работал, нужно правильное распределение фокуса. Настраивать его правильно. Да, 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 но, тем не менее, тело, физика, там, на упражнении позанимался, это уже очень важная подзарядка. Но если я задам вам вопрос, что главнее, дух или тело? Ну, тело определяет вообще, ну, скажем так, действия человека, то есть какие он будет принимать действия. А что главнее, дух или тело? Ну, я думаю, что дух, духовный составляющий. Я тебе аплодирую, Миша, стой, аплодирую, потому что дух, на самом деле, он важнее всего. И вот именно поэтому по пирамиде Маслова, помнишь, есть самое главное, чего человек, если он не самореализован, вот почему мне нравится, я кайфую, почему я вот в этом процессе, это самореализация. И есть люди, которые не реализуются по жизни, ну, допустим, мамочки, домохозяйки, да, они детям, они мужу, это неплохо, но это титанический труд дома быть. Но женщина должна тоже реализовываться каким-то, поэтому кто-то там творчеством, кто-то там вяжет, кто-то там что-то, да, там делает, хендмейт вот это, да, и так далее, то есть таким образом самореализовываются. И поэтому вот дух, действительно, здесь важно и поддержка, не всегда бывает поддержка семьи, но, допустим, поддержка единомышленников, почему вот мы встречаемся, почему вот эти бьюти-завтраки, почему вот сейчас у нас в спа-отеле шикарное мероприятие, на 40 человек прошло в Петербурге, в крутом спа-отеле, это выездные какие-то мероприятия, единомышленники, и вот человек как батарейка подзаряжается, да, это на какое-то время, но со временем вот человек выходит из зоны комфорта, то есть ему вроде он не знает этих людей, может быть, ему там некомфортно пойти на какой-то этот же бьюти-завтрак, Ну, некомфортно, ну, а что я понимаю, я не знаю, что одеть, я не знаю, как я себя буду чувствовать, я там никого не знаю, да, то есть нужно просто выйти из зоны комфорта, просто выйти, ой, нет времени на себя поухаживать, я говорю, скажите, пожалуйста, а вы что, не ходите на маникюр, да, вы не ходите там постричься, нет, ну, я хожу, я так по парикмахеру хожу, я там хожу, я говорю, а почему бы вам не прийти на бесплатный мастер-класс по красоте, почему бы вам этот час времени не позволить себе любимой, и поэтому я себя называю вдохновителем, да, потому что я вдохновляю на самом деле своим лицом, своим статусом, не в позиции, смотрите, на меня я такая, нет, у меня по жизни такое есть состояние, то есть я умею приподнимать людей, да, я умею выращивать людей из консультанта до статуса директора, только потому, что, когда Мари Кэй создавала компанию, у неё есть такая цитата, у неё вообще много цитат, она, знаешь, написала даже книгу об умении работать с людьми, это должна быть книга, прямо настольная книга любого руководителя, но её можно получить только, ну, то есть в магазинах её нигде нет, да, и там написано, что Бог, когда он создавал, он создавал только личности, он не создавал ничтожества, поэтому каждый человек – это личность, но вот как эта личность реализуется, как эта личность, вот если она встретится, допустим, со мной, вот я честно говорю, что это уже будет лучшая версия себя, и вот если так подвести такой под итог, вот я считаю, что то, что я делаю, я совершенствуюсь, помогаю совершенствоваться другим и быть лучшей версией себя, мне кажется, это просто круто. Ты знаешь, когда мы что-то достигаем, ну и про творческих людей, про людей, действительно действия, то у нас, мы сейчас о духовном начнём говорить, у нас появляется некая миссия, да, то есть мы уже достигнув каких-то результатов, мы прекрасно понимаем, что хочется что-то, ну, сделать мир немножко другой, чище, интереснее, красивее, более культурнее, и мы начинаем заниматься этим миссией, выполнять какую-то свою определённую миссию для того, чтобы передать поколениям, чтобы они немножко по-другому взглянули на эту жизнь, и сейчас очень такой важный момент подчеркну, что ни ты, ни я, мы не даём нашим, я тоже, ну, чтобы ты понимал, я тоже являюсь наставником у многих людей, а они, ну, то есть моя задача, как наставника себя выступая в этой роли, не дать готовых ответов, то есть иногда, вот, был недавно ролик, с Сашей Сельковым, вот мы выходили, человек посмотрел, даже вот в возрасте, он такой говорит, слушайте, ребят, ну, сидят вроде два мужика, о чём-то рассказывают, о чём-то говорят, а где ответы, где решения? Вот здесь очень важный момент, если я дам готовое решение, это будет то же самое наше, там, российское образование, это когда в наше образование, классическое образование закладывается просто ответ, и когда человек, там, ребёнок учит только ответы, то у него нет вот этого критического, у него не формируется критическое мышление, не формируется аналитическое мышление, Вот здесь важно то, что мы говорим, немножко пропускать, немножко попытаться услышать, это самое главное, а не просто дай мне ответ, и я его применю. Ну что за таблетка от всего? Миша, ты знаешь, у нас же мозг состоит из трёх частей. Просто я, ну как невропатолог, тем более могу сказать об этом, то, что прокомментировать. Про сознание сейчас ты говоришь, да? Да, то есть у нас есть рептильный мозг, старый мозг, древний мозг, у нас есть эмоциональный мозг, и у нас есть неокортекс, да, и у нас есть лимбическая система. То есть это говорит о том, что очень здорово, вот когда есть наставник, вообще это считается реально круто найти наставника. Это вот я точно тебе скажу, наставник, при помощи наставника легче, быстрее прийти туда, куда хочется прийти. Легче и быстрее, потому что у него есть опыт, он уже прошёл, и он может поделиться, да, то есть куда не свалиться, да, как лучше это пройти. Ну, конечно, есть разные методы там, допустим, есть там наставничество коучинговое, да, допустим, вот я прошла крутые курсы, сейлс коучинг, у меня есть диплом, да, допустим, и я с консультантами, когда общаюсь, допустим, я говорю, скажи, пожалуйста, какая твоя мечта? И я буду плохой руководитель, скажем так, или плохой наставник, если я не знаю мечты этой женщины. Это самое правильное, да. С этого и начинается воспитание именно личности. Да, и вот важно наставнику помочь пройти вот этот этап, когда рептильный мозг говорит, да куда ты пошла, какой там тебе консультант по красоте, да сиди дома, зачем тебе развиваться, зачем тебе это делать, да, ну ты уже вроде неплохо живёшь, да, то есть вот так вот работает. А что такое неокортекс? Он включается в работу, я так называю, что мы отправляем человека в библиотеку, задавая вопрос. Миша, скажи, пожалуйста, а для чего ты проводишь такие эфиры? Хороший вопрос. Ну, во-первых, мне хочется, знаешь, вот своими маленькими действиями, пускай вот через вот эти выпуски, донести до людей, что мир, он очень большой и разнообразный. И мы при том, что, ну, в своей большой массе мы неоднородны. Я хочу, чтобы все это понимали и уважали мнение других людей прежде всего. Я хочу, чтобы благодаря этим вот простым маленьким шагам наша страна, наверное, пересмотрела и увидела свой особенный путь. Когда я общаюсь с людьми, ну, скажем так, уснувшими детьми, я так называю, то есть которые заблудшие, уснувшие дети, то есть они могут быть и взрослые, когда я с ними общаюсь, я понимаю, что они, ну, ведут себя не совсем корректно, потому что они это просто ничего не видят. То есть и моя вот попытка как раз вот показать им, что есть совершенно другая суть, и она основывается на тех знаниях, которые вам бы не помешало бы просто приобрести. Ведь знания – это что? Это информация, которую вы изучили. И важно, чтобы вы этой информацией пользуетесь. Просто хочется, чтобы наша страна, имеющая прекрасный потенциал, все-таки не было каким-то изгоем, потому что именно в этой стране я никуда не хочу уезжать. Я хочу, чтобы в этой стране было действительно прекрасное будущее, чтобы здесь уважали людей не потому, что они, ну, по-гендерному какому-то там признаку, а вообще просто за то, что он личность. Неважно абсолютно, нравится он тебе, не нравится. То есть я хочу именно жить в таком обществе. И это вот сейчас, это миссия, которую приходится нести. Я точно знаю, что через полтора-два года. Ну, просто понимаешь, вот есть двух типов рисков. Есть риски определенные, есть неопределенные. Я просто оцениваю всегда какие-то свои действия, исходя из тех рисков и того жизненного опыта, которым обладаю. Так вот, если просто из обычной жизни объяснить, что такое неопределенный риск, это вот как у нас дорогой колумб поплыл в Индию или там он открыл вроде как Америку, но Америку не назвали в честь всего. И когда они уже на издыхание, скажем так, когда уже команда хотела его там вздернуть, как-то вот показался край берега, и в итоге вот такой случай ему пришел как бы на помощь. Естественно, здесь можно ориентироваться на то, что существует некая как бы воля чья-то, воля Творца, что вот она помогла им выжить. А есть определенные риски. И вот Амиго, Америка, Америка Веспуча, второй капитан, который поплыл, но он уже знал путь. Он просто просчитал риски. То есть какова вот эта стадия просчитывания рисков, насколько ты умеешь хорошо просчитывать, позволяет тебе жить с завтрашнего дня намного увереннее. Поэтому еще раз говорю, то есть вот я вижу, что наша страна совершенно может поменяться, она в любом случае изменится. Это процесс полтора-двух лет, может даже раньше все это начнется. И связано это с тем, что цикл у нас, если взять с момента окончания Великой Отечественной войны, уже более 75 лет прошло, а цикл с меняемостью поколения 80 лет. Но благодаря интернету все происходит, ускоряется в 7-10 раз, а то и больше. Сейчас мегагерцы Земли уже говорят 54 мегагерца, то есть скорость. Но знаешь, Миша, я тут услышала такую фразу, что когда Вселенная ускоряется, человеку нужно замедляться. Поэтому то, что ты делаешь, это на самом деле очень-очень важно. И многие думают, ну что я могу изменить в этом мире? Человек – это очень мощный единица. Да, поэтому, мне кажется, обращение, у каждого есть это, просто нужно его найти, либо просто хотя бы задаться целью, найти, задать себе вопрос, а что для меня моя жизнь? А что бы я хотел? А как бы я хотел? То есть вот этот вот такой самокоучинг такой, и это действительно плюс наставник, плюс действие определенное вот в этом направлении, как есть такое. Если вы не можете идти по направлению к вашей цели, ну хотя бы лягте, да, то есть в ту сторону, куда вам нужно идти. Поэтому я, Миш, тебя вот в этом, конечно, благодарю, потому что, ты знаешь, когда вот такие люди аккумулируются, когда они соединяются, вот эта творческая энергия, и, как мы сказали, да, у каждого человека есть свой огромный потенциал. Я поэтому всем желаю вот этот потенциал раскрыть, раскрывать, ну и, конечно, с нами встречаться, потому что, ну а как, мы тоже миссию несем, будем помогать. Да, тоже еще небольшой реплика, опять же, из книги «Поведение потребителя». Всем рекомендую прочитать. Книга 2009 года, 10-е издание, поэтому читайте. Там есть такая интересная ремарочка. Насколько важно влияние вообще культуры? Все-таки красота, как мы за сегодняшний день выяснили, и я надеюсь, что большинство, те, кто просмотрел эту передачу, выяснили, что красота – составляющая высокой культуры, и антропологи, у них есть определенное мнение в плане того, что культура очень сильно влияет на индивидуума. Если у человека низкая культура, он может, вот прямо там в книге написано, может прийти на берег речки, лечь и просто ждать, когда он умрет. Понимаешь, то есть вот до чего доходит вот эта бескультурия и, ну, скажем так, низкая образованность. То есть она может приводить именно к таким вот процессам. Поэтому то, что ты делаешь, то, что делаю я, это, я думаю, что это прикольно. Те, кто досмотрел это до конца, я думаю, что оценит, может быть, напишет какие-то комментарии. Было бы здорово. Было бы здорово, действительно. И я еще забегаю вперед. Мы с тобой просто общались, это как бы вот предложение. Помнишь, ты сказал, что у тебя есть очень такой интересный человек, который ты бы хотел пригласить, пообщаться, потому что я считаю, что нужно как можно больше приглашать интересных людей. И вот все здесь это делается для того, чтобы мы не могли, не просто вот поговорив, потому что без качественного звука, без качественного видеосъемки не донести информацию. Поэтому все, что здесь делается, это делается исключительно для того, чтобы лучше, как говорится, заходило. Расскажи, пожалуйста, про него и есть ли возможность ему прийти сюда в гости. Так, я сейчас вспоминаю, про кого я. Вчера мы общались, как раз тоже про мотивационную составляющую. А, ну вот это, наверное, про Бориса говоришь. Я думаю, да. Ты знаешь, он же приезжал в наш город. А по фамилии, расскажи про него. Борис Чумичев. И мы снимали коттедж, и я приглашала консультантов, где мы говорили, он рассказывал про этажи осознанности. Это очень интересно. Этажи осознанности про трансцендентальную медитацию. Он владеет, он обучает трансцендентальной медитации. Это когда против стресса, чтобы человек восстанавливался. То есть, потому что считается, есть разные ритмы. Головной мозг так работает. Альфа, бета, гамма, тета, да, волны разные. Волновая активность. И вот он, конечно, уже много лет практикует. И вот я уже упоминала по поводу ресурсного состояния, что ресурсное состояние, оно сейчас вообще является главным в жизни для человека. То есть и для его здоровья, для здоровья семьи, для здоровья общества и так далее. Потому что если есть у человека ресурсное состояние, он сделает все. Он сделает многое. Если у него нет этого ресурсного состояния, вот как к нему прийти? Что нужно для этого делать? Ну, он живет не в этом городе, поэтому я думаю, что, может быть, мы его пригласим, он приедет. Да, смотри, если он приедет, то в любом случае ждем, ну, можно договариваться. А вообще суть нашей передачи сводится к тому, что интерактивные подкасты это такая передача, в которой нет границ с точки зрения, с кем вести интервью. Потому что мы можем, у меня просто есть более ранние здесь подкасты, это когда мы общались с человеком прямо через компьютер, все это дело записывается, и потом можно взять и просмотреть все. Хороший, качественный звук, в общем, все для этого есть, поэтому... Шикарно, шикарно. Лен, как тебя найти? Вкратце еще раз расскажи. Меня найти... Ну, я в социальных сетях представлена как Лена Бараникова. Обязательно, все ссылочки будут в описании, поэтому переходите по ним, подписывайтесь, потому что Лена действительно шикарный человек во всех отношениях. Люблю на тебя смотреть, честно говоря, и люблю с тобой общаться. Спасибо, Игорь. Да, уже, ну, так знаем, уже можно сказать прилично, и каждый раз наше общение, оно всегда интересно заканчивается, мы бывает где-то встретимся, там, пять минут, но понимаем, что это не пять минут, это больше, и вот сегодня как раз хотя бы вот мы попытались с тобой записать... Знаешь, есть же понятие родственные души, когда люди развиваются, это вот как раз родственные души, и у нас действительно сейчас есть система мероприятий, да, потому что канун 23 февраля, 8 марта, конечно, мы будем рады видеть, мы можем абсолютно бесплатно предоставить бьюти-боксы, это действительно крутой подарок просто, а, и вот я не сказала, что мы сопровождаем потом в WhatsApp, то есть даём чёткий инструктаж, я даже, у меня много своих роликов на YouTube записано, как правильно там что делать, и так наша Академия Красоты находится на Петра Великого Действия. Супер-лаборатория. Супер-лаборатория, да. Ну, это так, да, и мужские классы у нас, в ближайшее время будут, придут ребята из состройотряда, и придут мужской класс у нас 20-го назначен, и у нас женские мастер-классы назначены, спа-вечеринка у нас назначена, потом у нас бьюти-завтрак на 6 марта назначена, то есть у нас прямо целая на месяц сетка месяца, где мероприятие либо в Петербурге, либо в Сосновом Бару, вот, поэтому, конечно, приглашаю я всех женщин, приглашаю просто вот получить удовольствие. Ну что, на этом, в принципе, всё. Лена, я тебя благодарю за то, что ты пришла в гости, очень мне понравилось с тобой общаться. Надеюсь, что мы ещё какую-то выпустим передачу. Вот, обязательно напишите в комментариях, что вы хотели бы узнать от Елены, потому что Елена – это специалист с высшим медицинским образованием, с большим опытом и в медицинской сфере, и также в сфере красоты. Да, я на завершение хотела сказать, что очень важно всегда дедлайн делать. Дедлайн – это когда завершается цикл в любом деле. Да, допустим, сварили борщ, поели дедлайн, да, написали статью, поделились там или пост какой-то, да. И вот очень важна обратная связь. Я всем желаю научиться давать обратную связь, конструктивную. Ой, там всё понравилось, но это вообще ни о чём, да. А что вы взяли полезного из эфира, допустим, что вам было бы интересно в перспективе, да, узнать. Это очень-очень важно, и обратная связь, она всегда должна быть действительно качественной, потому что когда человек берёт, вот эфир мы проводим, допустим, ты проводишь, ты даёшь, да, ты отдаёшь, ты отдаёшь. И очень здорово, когда есть баланс отдачи, принятия, так вот обратная связь – это является принятием, да. И тоже, да, дорогие женщины, мужчины, все-все-все, обратная связь – это то, что вы сейчас, допустим, взяли что-то полезное, ценное из эфира, обратная связь – это вы написали буквально даже несколько строк, и вот этот вот баланс у вас будет всегда по жизни, это очень-очень важно. В любом деле, если вам там супруга сварила крутой борщ, допустим, или обед приготовила, дорогая, единственное, спасибо тебе огромное, да, вот обратная связь. Ребёнок там пятёрку принёс, или даже тройку принёс, всё равно обратная связь. Но она должна быть тоже ещё качественной, тоже отдельная тема эфира, как правильно нужно давать обратную связь по принципу бутерброда. Ну, это уже не сейчас. На этой хорошей ноте мы прощаемся. А в гостях была Елена Баранега, подписывайтесь на канал.